В эти выходные выбирали самых быстрых, ловких и метких госслужащих. Сотрудники Акиматов, отделов образования, ЖКХ и финансов соревновались в 8 видах спорта. Подробности далее. Посвящена Спартакиада предстоящему дню государственного служащего. Работники госаппарата отметят его 23 июня. Мы привыкли видеть их в деловых костюмах, однако сегодня привычный гардероб работники Акиматов и госведомств сменили на спортивную одежду. В этом году в программе соревнований произошли изменения. Видов состязаний стало больше. Мы включили национальный вид спорта – Туовск, Малах. Самое главное отличие – это то, что мы проводим Спартакиаду в течение двух дней. Вчера игры по мини-футболу. Сегодня мы в один день хотим провести все остальные виды. Старт дан. Первыми на беговую дорожку выходят женщины. Той, кто первая преодолеет дистанцию в 60 метров, достанется победа. Соперники были сильные, конечно. Пробежала дистанцию на 60 метров. Первая. Пока я еще не знаю, первое место заняла. Нет. Занимаюсь я только для себя. Утренняя пробежка. А здесь соревнуются настоящие мужчины. Несколько минут назад точно так же гирю поднимал и Виктор Мищенко, зам Акима города Мамлютки. У него самый лучший результат – 55 раз. Пошло уже результат за 40-45. Уже было тяжело. Я старался вытянуть сколько мог. Занимаюсь спортом практически раза 3-4 в неделю. Волейбол, настольный теннис. Немного где-то здесь побегать. Всего за Пальму первенства в Спартакиаде боролись 38 команд из районов области и города. Это более 800 человек. Победители наградили дипломами, кубками и ценными подарками. А вот команды-лидеры получат свои призы на торжественном собрании в честь Дня госслужащих.